Заявление Николы Пашиняна о принадлежности Карабаха к Армении является ложью. Об этом выступая на Валдайском форуме в Сочи, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства напомнил, Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Тему провокационных заявлений со стороны Армении мы обсудим с гостем нашей студии, политологом Ильгаром Березаде. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Хочется отметить, что такого рода международные мероприятия еще раз дают возможность донести правду до мирового сообщества о реалиях Карабахского конфликта. Какое влияние провокационные высказания Пашиняна оказывают на решение Нагорно-Карабахского конфликта? Я думаю, что позиция армянской стороны абсолютно дезориентирует международные сообщества, с другой стороны она способствует сохранению статуса КВО и развитию переговорного процесса в какой-то неопределенной форме. Естественно, это абсолютно контрпродуктивно. Надо сказать, что, кстати говоря, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на такую ситуацию, сказав, что заявление Пашиняна абсолютно в данном случае не способствует продуктивности переговорного процесса, как примерно такая была формулировка. Ну, это, мягко выражаясь, как месседж армянской стороне, что все-таки нужно менять какие-то свои подходы к этой проблеме. Говоря о том, что, скажем так, я не хочу просто ретранслировать еще раз в эфир его слова, делая такие безапелляционные заявления и ставя в конце точку, Пашиняна фактически не оставляет возможности для, скажем, для маневров, что ли, создает ситуацию, когда ответ должен быть таким же решительным и таким же жестким, каково было заявление. Естественно, сдержанность азербайджанской стороны, которая проявлена была в этих условиях, она по достоинству оценивается, как минимум и сопредседателем Минской группы. Я думаю, что российская сторона по достоинству оценивает позицию Азербайджана, которая в данном случае является предельно осторожной, поскольку мы понимаем, что позиция Армении провоцирует возникновение военных действий, войны. И я думаю, что в этом смысле сегодня предпринимаются усилия для того, чтобы увести Армению от ее занятой позиции. Поскольку если Пашинян и армянское руководство будут продолжать в том же духе, то ситуация будет скатываться к военным сценариям, что невыгодно, как минимум, тем геополитическим акторам, которые активно действуют в нашем регионе, прежде всего в России. Россия не хотела бы, чтобы здесь произошел еще один новый очаг напряженности. И я думаю, что в данном случае в Сочи определенные акценты были сделаны. То есть и это заявление Лаврова, и, естественно, выступление нашего президента может быть каким-то образом образумит армянскую сторону и заставит ее переосмыслить, переоценить те подходы, которые она до сих пор демонстрировала. А как само мировое сообщество реагирует на провокационные заявления Николы Пашиняна, не имеющие под собой никакой основы? Дело в том, что мировое сообщество в данном случае дезориентировано, также дезориентировано, и в этом смысле, конечно, выступление президента нашей страны господина Ильхам Алиева в Сочи было призвано, в том числе, аргументированно обосновать азербайджанскую позицию и показать, где находится истина в этом вопросе. Я думаю, что после этого выступления многие люди сделают соответствующие выводы и, по крайней мере, поймут, что есть кто, кто есть кто. Хочется знать, почему такие важные документы, как резолюция Совета Безопасности ООН и Хельсинский заключительный акт остаются до сих пор на бумаге и игнорируются армянской стороной? К сожалению, мы часто говорим о наличии двойных стандартов в международной политике, и вот этот факт демонстрирует наличие этих двойных стандартов. Армения этим, увы, пользуется, и вот, значит, вот сам такой подход армянской стороны, он фактически полностью, целиком и полностью базируется на вот этом существующем дуализме в практике международных отношений. В то же время мы неоднократно обращаем на это внимание, и опять же глава нашего государства в Сочи об этом прямо сказал, что есть соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, есть другие постановления, есть другие решения, которые четко дают понять, кто агрессор, кто пострадавшая сторона. Вот если все-таки международное сообщество как минимум обратит внимание на наличие вот этой законодательной базы, на этих нормативных документов, я думаю, что ситуация встанет на свое русло. Спасибо вам большое. Я напомню, выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на Валдайском форуме на фоне провокационных заявлений премьер-министра Армении Николы Пашиняна мы обсуждали с гостем нашей студии, политологом Ильгаром Березаде.